Пострадавших, к счастью, нет. Разве что местные предприниматели подсчитывают убытки. Карина Барсигян работает на этом пляже 15 лет. Ее магазин открыт круглый год, правда. Такая разруха возле торговой точки вряд ли привлечет клиентов. Как стихия уносит ее прибыль, она видела своими глазами. Вышла во дворе и видела, что волна прямо идет ко мне. Вот сюда, около магазина даже было. Очень страшно было. Разрушилось все. Душа плачет. Я вижу, что мне очень обидно это все. Мы каждой весной делаем ремонт. Каждой весной все новое делаем. И чтобы народ был у нас, чтобы отдыхали, чтобы мы работали. Это наш кусок хлеба. Опасения предпринимателей развеял вскоре глава курорта Анатолий Пахомов. Он прибыл в поселок, чтобы оценить ущерб и наметить фронт работ. После осмотра набережной ничего не оставалось, как ввести локальный режим ЧАЭС. Слишком велики разрушения. Ущерб, который нанесла стихия, он колоссальный, конечно. Винить кого-то, кто в 90-е годы заложил неправильно береговое укрепление, не берусь. Потому что предусмотреть все невозможно. Мы еще раз хотим сказать, как бы мы не укреплялись, мы живем в зоне достаточно экстремальной. А вот поправить дело вполне возможно. Глава Сочи дал поручение провести все необходимые экспертизы и приступить к разработке проекта берега укрепления. На эти цели городские власти готовы выделить 15 миллионов рублей. Глава набережной необходима для населения, для отдыхающих. Это основа основ для этого населенного пункта. И не только для этого. Поэтому проект будет готов. Сделаем бетонное укрепление, а потом уже с предпринимателями будет делать набережную. По совместному решению город взял на себя обязательства по берегу укреплению. Арендаторы и собственники пляжей по благоустройству территории. В первую очередь это в их же интересах. При этом с лица прибрежной зоны Лао могут исчезнуть коммерческие объекты. Прежде всего те, что мешают свободной прогулке вдоль моря. Восстановить набережную поселка совместными усилиями планируется до начала летнего курортного сезона.